Нашел только что прогу, которую я загрузил дома в iPad. Называется iSailer. Вот она. Ну, моей радости просто нет предела. Сейчас она покажет, где мы находимся. И даже не нужно ходить на мостик и спрашивать. Сейчас. Показывает скорость, координаты. Ну, эта карта нужно дополнительно покупать. По всему миру. Ну, показывает хотя бы, где приблизительно мы находимся. Вот пароходик наш высветился. Вот Англия, Ирландия. Идем так в Норвегию. Так, поехали. Вот. Показывает. Широта, долгота. Скорость. И какой курс. Так. Ну, вот он тоже. Показывает. Так, Мася, мы идем туда. Нормально. Так. Еще есть ночной режим. Где он там? А вот ночной режим. Вот наш пароход. Теперь можно наблюдать. Так. Оченьatiца. Так. Хорошо. Так. 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 χ Доброе утро всем! Я, конечно, насколько люблю холод, но сегодня я конкретно так замерз. Ночью один раз проснулся, майку одел. Он проснулся, вообще спортивные костюмы делал. Зашел к каюту 4-го механика, так у нас его нет. Тут жил румынский электромеханик, такой временный, такая самая каюта, считается, не очень хорошая. Около трубы все гремит. Что у него тут есть, кстати, заодно посмотрим. Синализация, алармы всякие, такая же маленькая, как у меня, в которой я сейчас живу. У меня зашел, вот моя цель, одеяльце взять, а струн никого нет. Так, потому что, ему надо сегодня, наконец, занерпар открыть. Кстати, у него, а у него дуйка закрывается, а у меня нет. Так, буду спать под двумя одеялами. Что у нас за бортом? Мы проходим, так понимаю, между Англией и Ирландией. Потом посмотреть. О, прохладно, прохладно. Градусов, наверное, 12. Все, надо штуки позапускать. Обзорчик сделан. Прикольно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бочки катают. Так, давай, сразу, значит, что, питание отсоединили. Поехали. Ну, можно не отсоединять. Преалитично. Это что? Филиппинцы ругаются, говорят, пиздец. По поводу ругаются. Нет. А, это же нашим языком. Так, давай. Вставляем батарею. Значит, есть две батареи. Знаете, они бочки катают, а трясется все. Я потом еще, ты позапускаешь, я там винтик поснимаю. А, он, офф. А, он, офф. А, он, офф. И, тунглер, офф. Дальше, сейчас. Секундочку. О, наши места. 30 человек влазят. Две шлюпочки. У нас только 21 человек, да? Тунглер. Ага. Можно на подогрев, если так. Ну, можно, когда теплом спросить. Ну, короче, как машина. Так, 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 до конца идут. Ай, выключи. Так, а что ты? Давай, давай. Без охлаждения, чтобы налоги. Даешь, можно минут пять. Вперед. И назад. Это руль. Так, давай, сейчас. Короче, выйду. Надо туда вылазить. Там видно или вниз? Придется. Давай, пойду вниз. Сейчас. Ну, давай. Сейчас, сейчас. Секунду. Запускай. Нормалёк. Сейчас пойдём на правую. Ужас, они стоят. Так, тут, значит, фьюэл. Топливо. Да, и клапан где-то должен быть перекрытый. А вот клапан. Да, 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 вот тут клапан. Так, это воздух, да? Это если где-то, короче, танкер, ну, в общем, горит. И на шлюпочку все высадились, едешь ещё и вода горит вместе с нефтью. Открываешь этот воздух и хватает на 10 минут подышать. Тут где-то мозлы должны быть. Да, да, да. А где они? А вот она, труба, вот эта идёт. На спрей, да? Нет, то спрей, а то внутри где-то. А, может, она отсюда куда-то? А, да, да, вот она. Да, она оттуда. Да, и вот флаг вот этот. А, это пробка. Вот это вот релиз, вот этот вот хук, но автоматически. Без него ты не отдашься. Это насосик, да? Да, да. Еда всякая. Там ерунда. Тут вода. Ух, ничего себе, сколько. Ага. Дринкин-вотер. Там ещё всякие снасти должны быть. Выпу ловить. Воду собирать. И всё такое. Тут на каждого место распределено. А вот этот релиз хук. Да, да, да. Вот он. Ну это если вот именно коснулся воды, но там есть ещё какой-то пин можно достать. Так, а тут же нужно быть вручную управлять. Ну вот она сюда управляет. Вот она, да. Так. Там где-то клапан должен быть. А, тут нет клапана. Не так нормально. А, Юль, крутится. Крутится. Ну, в принципе, и всё. Пойдём аварийный дизель генератор запускать. А у меня на других пароходах тут CO2 system было. А здесь нет уже. Так. Вот здесь всё гораздо проще. Здесь вставим manual. Меню. Закрываем уши, да? И... Ну, вот есть. А, нет. Так, так, так. Ай, ты там закрыл. А я... Забыл. А�. Ай... А-а-а-а-а-а... короче три способа авто но это сам врубается меню не третий спрос либо из гидравлической афиня либо вот у нас пружинка так а что-то я не вижу одета а принц тартеринге шалан это дина на рано и дергаешь она и вниз и и уж надо взвести на а вот тогда все входишь и она в красном положить двое красное нужно показаться я два 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 крути он green red и она не так она вот так поставишь она пошла о должно до красной показаться у меня гидравлическая бухгалтеру легче еще еще белая если белая пошла если она теплая вот красный он свеженький можно давать на белый все это дальше поэтому на красную на на эти звонят у нас человек кода ну да вот все до вытаскивает да это полная не знаю может быть еще сильнее на изведи этого может еще больше вышла красный сейчас красный ну третий раз вообще вялый closing wells а вот видишь wind dumpers главное не перепутать ну да так открыто открыто открываем в смысле закрываем и она сама заплевала всю камеру высокая этого дрейна уже давление 7 бар короче я сейчас пойду а ты где то через минутку сделаешь а я там пойти засниму и 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 Норвегию. Прямо через верх выливается. Масло перетащили. Заходим в Ossan Store. Это кладовая Боцмана, так называемая. Находятся на баке, то есть на судно. Скорее всего, прожектор в Суэстском канале. Здесь светит. Это прожектор. Концепция. Это гидравлика на швартовные лебедки. На якоря. Все. Слаждаются заборной водой. Масло. Вот здесь. Первый раз скажу. Что еще интересное. Спасать. Вот это от пиратов, наверное, прогорка. Так. Вот здесь такие шахты для правого якоря. А там левый якорь. Сейчас пожарный насос работает. И слышно, как вода лежит. Сейчас покажу, какая высота нашего танкера. Сейчас мы идем в балласте до воды. Где-то 14-15 метров. Вот тут левый якорь. Вот, кстати, так нашел тут на якорную цепь. Вот, смотрите, моя рука. Вот, какие тут размеры гигантские. Пошек, вот, соединяем. Вот правый якорь. Вот она цепь. Там забортная вода бежит. Вот такой шум. 12 бар давления. Так, ну вот это вот 15 метров. Как в Титанике, помните? На баке стояли. 15 метров. В этом якоре 14 шеклз. Это смычки, я не знаю, надо посмотреть. По инструкции, по чертежу, сколько это? 25 метров. Не знаю. Вот сам якорь. Якорная цепь. Вот каждый шекл разделяется так, что я показывал. Петля такая. Так, на борту два крана, хоус-хендлинг-крэйнс, для поднятия грузового шланга. По 15 тонн. Написано. 17 метров стрела. Балласт вот полный, аж валивается в каждом танке. Погода шепчет. Перейдем на ту сторону, с левого борта направо. 48 метров. Все грузовые, маестраль, банкировочные, а то парка. Ну, тут все на палубе, как бы все легко, все видно, не то, что машина. Здесь тоже все написано. Ну, и пароход есть новый. Не промокнешься. Наши танки тяжелого топлива. Здесь тоже палубу моют. Девственная. Пятилетний пароход. Вот что значит наш повар. Еда все лучше и лучше. Да, классно. Я просто после индусов, для меня это вообще что-то непередаваемое. Да, что-то непередаваемое. Погода замечательная просто. Хотя, обещали через день или через два будет шторм. 8 баллов все. Филипосики наши, два моториста перекатывают масло. Можно понаблюдать сверху. Сейчас посмотрим. Вот так свечи. Сейчас туда гулят на своем номере. Красота. Вечер завершаем спортзал. Надеюсь, я все детские станки поменять. Потом на дырочки возьму, еще что-нибудь поджимаю. Спотом на турник выходить. Как цена на пароходе, занимаюсь один только я. Правда, когда я работал с финансами. И, конечно, вообще спортивная сторона. Кто что для вас. Вот это он тянет, что-то сжимается. Ну, буквально все занимались. Пока я гонял шару три дня. Сегодня пришло письмо из офиса. Если чип инженера готов, то издать о себе знать. Я так подумал. Думаю, через неотреп идем. В Норвегию. Потом в Пахруск. И в Канаду 10 дней. Ну, что этого стомиха держать? Тем более надо в каюту переезжать уже. Так уже, когда ответственность не звалишь на плечи. И со страху там все это. Все выучишь, все дырешь. А так это может продолжаться вообще месяц. Поэтому я дал добро. Скоро приеду в каюту. Конечно, дела там больше осознаем. Сейчас покажу, как. На обзорчике дело ходил там. Дальше будет, конечно, еще интереснее. Скоро шпал начнется. Я поздно начал. 21.40. Но уже с гантельками не получится. Завтра как-нибудь. Что-то поменял. Группу мыслей вообще. Многие устали. Сейчас пойдем на камбус. Посмотрим. Такой взор холодильника. Если кто когда-нибудь видел столько в жизни соков и всяких дел, напитков и вообще всего на пароходе, то можно сразу писать в комментариях. Я лично первый раз за 16 лет такое уже забили. Вообще, еще лучше. Изюм, урюк, паштет, мясо, сыр, творог, йогурт. Там еще йогурт. Песня. Картина такая красивая. В общем, песня. Работать и работать только. Песня. Продолжение следует...